Kill Me Please или КМП. Здесь ты услышишь самые трэшовые истории из реальной жизни и от реальных людей, которые никого не оставят равнодушными. Это не Reddit, и если у тебя есть угарные истории, то пиши в комментах, и ты обязательно попадешь в видос. Я много времени провожу ВКонтакте, и однажды увидела там список желаний, и один из пунктов был познакомиться с человеком, который родился в тот же день, что и я. Тот же решилась так сделать, и набрала в поиске дату своего рождения и город. И на первом месте там стояла я, то есть девушка с такой же фамилией, именем и моими фотками на стене. Написала ей, она добавила меня в игнор, просила удалить работника в соцсети, ноль внимания. Потом я решила на это забить, только друзей предупредила, они тоже ей писали и тоже были добавлены в игнор. Через месяц примерно у меня сломался комп, и я решила войти в ВК с папиного ноута. И там в закладках была та самая фейковая страничка. Я тупо уставилась на экран, и тут выскочило сообщение. Что-то типа, привет, Няша, сегодня весь день думал о твоей маленькой влажной... Я в шоке. Сообщение их переписки с какими-то мужиками. Ноут выключила и положила на то же место. На отца боюсь глаза поднять. Страшно, что он догадается. Еще страшнее жить с ним. Сейчас мне 16, моя мама никогда не дает мне накладывать еду себе самой, потому что у меня с детства несерьезная болезнь, которая с возрастом пройдет, характеризующаяся тремором рук, со всеми вытекающими. Рассыпанный сахар, разлитый чай. Мама всегда приносит мне еду в комнату сама, без предупреждения. Я никогда не жаловалась, ибо самой лень и не очень получается. Но недавно я решила, что мне пора худеть, и большую часть еды, что мама мне приносит, я складываю в пакетик. И, ну вы понимаете, ем я от силы два раза в день. Три дня назад я проснулась, и у меня на столе сидел маленький мальчик с серыми волосами, который представился как три пятерки. У меня истерика, вызываем скорую. У врача мама созналась. У меня врожденная шизофрения, и всю жизнь мама добавляет мне в еду лекарства, чтобы избавить меня от галлюцинаций. Встречаюсь с парнем полгода, метр девяносто, в меру накачанный, познакомились в спортзале. Суровый голос, пытливый взгляд, сформированные жизненные принципы, начитанный, рукастый. Картину повесить, кран починить. То, как он говорит и рассуждает. Все это время убеждало, что ему никак не меньше двадцати пяти. А оказалось, что он школьник, а мне двадцать восемь. Нет, я знала, что он учится, но я-то думала про институт. И я до сих пор не могу поверить. Видишь его, болтаешь с ним, словно со взрослым, который многое в жизни повидал и многое понял. А у него еще даже не суровые студенческие будни. Я-то ладно, жертва обмана. А он что? Извращенец, которого тянет на девушек постарше? Или вундеркинд, который повзрослел раньше сверстников? И что мне с ним делать? Как парень, он просто мечта. Серьезный, заботливый, внимательный, без вредных привычек. Но он ребенок. Продолжу это, буду чувствовать себя грязной. А его родители как отреагируют? Я в огромном замешательстве. О таком даже с подругами не посоветуешься. Заклеймят. А ведь мы с ним и потенциальную беременность уже обсуждали. Мы с мужем русские, но мой прадед грузин. Дочь очень похожа на прадеда. Сын, обладатель типичной славянской внешности. И вот муж наслушался истории, как его друзьям рога наставили. И пошел делать тест на отцовство. Я никогда не изменяла. И тут оказывается, что сын ему не родной. Он в шоке. Сразу на развод хотел подавать. Я в еще большем шоке. Не могла понять, как такое вообще возможно. Кое-как уговорила его переделать тест. Но вместе со мной. Да, сын ему действительно не родной. И мне тоже. Как так вышло, непонятно. Что делать тоже. У меня безвыходная ситуация. Я преподаватель алгебры в старших классах. И заодно классный руководитель в одном из них. Работе своей предано. Но у меня нервный срыв и заявление об уходе лежит в сумке. Началось все с того, что в день контрольной все на мое здравствуйте демонстративно промолчали. Когда прозвенел звонок, один мальчик скинулся к двери и толкнув меня запер на ключ. Другие окружили меня. Схватили мою сумку, вывалили содержимое на стол и стали высмеивать, как мало у меня денег в кошельке. Кричать нищие. Чему такая научить может? Я пыталась защищаться. Кричать на них. Но стадное чувство уже охватило их. Одна девочка кричала, что я халупы снимаю и вообще бомжиха. Другие тоже что-то выкрикивали. Кто-то дал мне пощечину. Дальше все как в тумане. Голоса, лица. Я лежу на полу. Завуч сказала, упала в обморок. А классную контрольную прогулял. Всем двойки. Сумка моя стоит на подоконнике, как будто ничего не было. Я этих отморозков даже наказать не могу. Ни работы, ни достоинства. Моя жена блогер. Увлекаться этим начало еще до свадьбы. Мне нравится ее работа. Она получает от нее удовольствие и зарабатывает неплохие деньги. Но в последнее время это начало переходить границы. Мне кажется, что вся наша жизнь это инстасторис. Ничего личного уже не осталось. Недавно была последняя капля. О ее беременности я узнал из инстаграма. Пристрелите. Пристает шеф. Сразу разрушу интригу. Я парень, мне 26. Полтора года назад я по знакомству устроился на очень хорошую работу. Освоился там, справляюсь, выгодно купил квартиру, жена ушла в декрет, давно хотела ребенка. Недавно гендир ушел на пенсию. На его место пришел гей. Сначала в шутку намекал, потом уже совсем недвусмысленно. Потом до шантажа уже стало доходить. Я гетера, ищу другую работу. Хотя что-то подобное по зарплате найти шансов мало. Максимум по трудовому рынку предлагают процентов на 30 меньше, чем я получаю сейчас. Рассказал жене ее реакция. Ну и ладно. Дал бы шефу. Что такого? Тебе же о нас нужно заботиться с малышом. Я бы ревновать не стала. Походу жену тоже менять. Осенью летала в США на свадьбу подруги детства. Она несколько лет назад уехала туда по работе. Подруга сочеталась с браком с девушкой. Так как мои родители к ЛГБТ относятся не очень хорошо, я им таких деталей не рассказывала, просто сказала, что лечу на свадьбу Энн. От другой своей подруги я это скрывать не стала. Даже фотками делилась с той свадьбы. Она позже рассказала это своей матери, чисто поделиться новостями. А так как наши мамы общаются, ее мать упомянула это в разговоре с моей в духе. Здорово, что Энн смогла жениться на любимой девушке. В итоге меня мама считает такой же больной. Дурдом сплошной. Наша 16-летняя дочь пыталась отравить нас с женой. Ее парень влез в какую-то авантюру, оказался должным бандитом крупную сумму, укражали убить. Дочь просила у меня денег, я отказал. Тогда она решила нас убить и расплатиться наследством. Подсыпала нам в еду большую дозу отравы. К счастью, меня в самом начале обеда отвлек телефонный звонок. А когда я увидел, что жена упала и сам почувствовал, успел вызвать скорую. В реанимации нас откачали, нашли признаки отравления. Полиция сработала четко. На следствии дочь без малейшего сожаления заявила. Я его люблю и хотела спасти. У меня спросили, буду ли нанимать дочери адвоката. Ответил, что дочери у меня больше нет. Когда жена вышла из больницы, стала умолять меня помочь. Она же все-таки твоя дочь. Ответил то же самое. Тогда жена попыталась снять с моего счета деньги на адвоката и взятку. Но я уже был научен и принял заранее меры. С женой сейчас развожусь. По брачному договору она не получит практически ничего. Вот так, ни жены, ни дочери. Жениться снова буду вряд ли. Имущество и бизнес завещаю куда-то пожертвовать. Или просто пропью и прогуляю. У меня есть двоюродная бабушка, богатая. Но тролль каких мало. Постоянно изобретает, какой очередной цирк за деньги себе устроить. Три года назад она была на нашей свадьбе. И в какой-то момент говорит. Если невеста, я, прямо сейчас танцую стриптиз, подарю молодым квартиру. Мы возмутились и поругались с ней. В марте она была на свадьбе моего двоюродного брата и повторила этот номер. Там невеста оказалась не такой щепетильной. Бабушка сдержала слово и купила им однушку в хорошем новом районе с отделкой. И на мебель 50 тысяч подкинула. Мы снимаем убитую однушку в послевоенной двухэтажке. Хуже любой трущобы. Окна деревянные, потолки текут, горячая вода от котла. Только-только накопили на первый взнос. Скоро переедем, но потом выплачивать и выплачивать. Муж в последнее время с ума сходит от мысли, что надо было тогда послушать бабушку. Правильно, не ему же предлагали при всех раздеться. Ругаемся с ним, попрекает. Развелась бы, но мне рожать через два месяца. Месяц назад позвонили бабушка с дедушкой, которых я очень люблю. Сначала поболтали с бабушкой, потом трубку взял дед. Что-то просопело в трубку и повсхлипывало. В общем, деда я так и не услышала. Трубку опять взяла бабушка и сказала, что дед плачет. Плакал дед из-за того, что соскучился, что не видел меня больше семи месяцев. В общем, так мы и не поговорили с дедушкой. Пару дней назад мы сидели с мамой на балконе. Она что-то рассказывала. Я сидела за компом, слушала ее в полуха. Но потом внутри все как оборвалось. Только от одной фразы. Дед потерял память две недели назад. Тебя вообще не помнит. Меня, как кувалдой по голове, огрело. Человек буквально недавно плакал от того, что скучает, любит. А сейчас и не узнает при встрече. Еду знакомиться. Мне 19 лет. Девушка. Живу с родителями. Парня нет и никогда не было. Поэтому справляюсь своими силами. И вот на днях я фотографировала собаку в темноте без вспышки. Хотела посмотреть, как будут выглядеть на фотке ее глаза. В кадр попалась светящаяся точечка над шкафом. Удивилась, залезла, посмотрела. Камера. Прямо напротив моей кровати. Мои родители наблюдали за всем этим. Когда-то нам с сестрой в наследство от отца досталась энная сумма, которую мы поделили пополам. И однушка в родном городе. С матерью отец в разводе. Так как я переезжала учиться в Питер, в квартире осталась жить старшая сестра с ребенком. Я свою часть наследства решила положить на счет. Жить в общаге и копить на квартиру без ипотеки. Прошло шесть лет. И я вышла замуж. Удалось вместе с мужем, тоже приезжим, накопить нужную сумму. С сестрой общаюсь редко, больше с мамой. И вот говорю маме, что наконец-то берем квартиру. Через два дня звонок. Встречай нас, мы на вокзале. Мама и сестра с ребенком. А на свадьбу к нам, между прочим, не приезжали. В итоге они стали требовать, чтобы квартиру я купила сестре. Внимание, по праву крови. Потому что свою часть наследства она потратила сразу же, на различные хотелки. А по праву крови, первое жилье должно появиться у старшей сестры. Я не знаю, когда именно дебютировала эта шоза у родственничков. Но по праву, что-то вы офигели, они были посланы в обратном направлении. Как тебе новая рубрика? Обязательно напиши мне об этом в комментариях, чтобы я знал, выпускать следующий выпуск или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!